Заклеенные окна, скрипучие полы и ветер гуляющий по коридорам. Такая картина предстала перед депутатами регионального парламента, которые посетили с рабочим визитом детское отделение окружного тубдиспансера. Главная проблема – здание холод, усиливающий с приходом морозов и пронизывающих ветров. Впрочем, для строения, которому почти полвека, это можно было бы назвать нормальным явлением, если бы в нем не находились дети. Окна необходимо все-таки 21 век. Очень необходимо. Да, окна, вон они заклеены. Не заклеивали, потому что было очень плохо. Я прошу вас даже как-то зафиксировать это. Но это стыр и срам. Округ, донор. Зданию детского отделения окружного противотубдиспансера более 40 лет. За это время уже не раз латали дыры. В этом году был проведен очередной косметический ремонт. Стало комфортнее и свежее. Впрочем, свежой здесь всегда, особенно когда за окном ветра и морозы. Есть жалобы, что очень холодно, когда ветер или морозы. Я думаю, мы на ближайшей нашей комиссии это дело еще обсудим. Ну и с передачей котельной, к сожалению, котельная в данный момент топит по нормативам. Хотя вот сотрудники говорят так, что если было бы прохладно, они бы просто добавили бы и все, и было бы теплее. Но, к сожалению, теперь управляющая компания ведет эту котельную. Надеемся, что мы общий язык найдем, взаимодействие между департаментами найдем. По словам начальника управления здравоохранения Андрея Апицына, ремонт в детском отделении тубдиспансера запланирован при составлении бюджета на 2018 год. Кроме холода, депутаты акцентировали внимание на отсутствие в детском отделении спортивной зоны. Нам необходимо будет приобрести спортивные материалы, маты, мячи для ими занятия спортивных. По мнению народных избранников, у детей, которые находятся в стенах больницы, долгое время должна быть возможность заниматься спортом. Для закупки необходимого инвентаря пообещали предусмотреть деньги в окружном бюджете или найти спонсора, как это сделали с детским городком. Его планируют установить с приходом тепла. Случаются в детском отделении проблемы с питанием. Его организацией занимается компанией Медфуд. Однажды нашли таракана. Мы оформили актом. С Медфудом отрабатывали по части штрафа. Сейчас направили дело в суд о принудительном взыскании штрафа. Это было по контракту прошлого года. В среднем качество как? Качество. Хотелось бы, чтобы была пища более разнообразна. Да. Да. Потому как много однотипного. И дети, когда находятся в довольно длительный срок у нас, естественно, это всё надоедает. По словам председателя постоянной комиссии, собрания депутатов по вопросам молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и спорта Андрея Ружникова, сегодня вопросы вызывают только быт детей. У нас сейчас окна надо менять. Это 100%. Спразол детишкам нужен. Ремонт нужен. Полы вот прям вот мы стоим ходуном, ходят. Сегодня в детском отделении противотуберкулёзного диспансера находится 8 детей. Они получают должное лечение, образование и пребывают под пристальным вниманием медицинского персонала. С ним проблем у лечебного учреждения нет.